Укладка пациента для разметки при фьюжн-биопсии молочной железы отличается от стандартной укладки. Пациент ложится на спину. Рука пациента заведена за голову со стороны исследуемой молочной железы. В противоположную руку устанавливается инфузионный катетер для динамического контрастного усиления. На молочной железе пациента закрепляются 4 МР-контрастные метки на 12, на 3, на 6 и на 9 часах условного циферблата. Устанавливается боди-катушка, покрывающая всю поверхность исследуемой молочной железы. Начинается сканирование. Локалайзер устанавливается на область исследуемой молочной железы. Доконтрастное сканирование производится в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, аксиальной и сагитальной, в режиме Т2 взвешенных изображений. Затем выполняется доконтрастное сканирование в аксиальной и сагитальной плоскостях, в режиме Т1 взвешенные изображения с жироподавлением. Болюс наводится гадолиниум, содержащий контрастный препарат. Динамическое контрастное усиление производится в аксиальной плоскости. Затем выполняется сканирование в сагитальной плоскости в режиме Т1 взвешенных изображений с жироподавлением. Для более наглядной картины используются субтракционные изображения. По окончанию исследования метки остаются на молочной железе пациента. Пациент отправляется на следующий этап – УЗИ с последующей биопсией. При анализе полученных данных используются постконтрастные изображения в аксиальной и сагитальной плоскостях. Оценивается локализация патологического гиперваскулярного участка по отношению к соску и к коже, а также к МР-контрастным меткам. Для последующей фьюжн-биопсии используются серии с динамическим контрастным усилением, с наилучшей визуализацией патологического очага в аксиальной проекции и постконтрастная серия в сагитальной проекции. После того, как выбраны нужные серии сканирования, все данные МРТ записываются на CD-диск и загружаются в УЗИ аппарат.